Мне как-то так повезло, а может быть и не повезло. Меня не готовили в артисты. С детства у меня, знаете, я недавно сказал очень такую фразу, что меня очень восхищают женщины, особенно женщины, которые не мечтали стать актрисами. Когда я с кем-то знакомлюсь, и человек состоявшийся, я там спрашиваю, что... Я понимаю, что человек никогда не хотел быть артистом. Вот моя мама не хотела никогда быть артисткой. И меня в детстве это очень удивляло, и мне казалось, как, это же такая интересная профессия, там. Она хотела быть лизиком, да. И меня не готовили. Меня мама настраивала на то, что надо хорошо закончить школу, надо учиться на пятерке, чтобы поступить в МГУ, чтобы там, ну, и дальше выбрать профессию. Все это получилось, с одной стороны, случайно, а с другой, что в этой случайности есть цепь закономерности, наверное, которая меня привела к этому. Но в какой-то момент, когда ты осознаешь, что это за мир, что это за профессия, ты должен понять одну вещь, что это очень финальная вещь. Она имеет начало, она имеет конец, она имеет свое развитие. И чтобы не было очень больно в тот момент, когда все, а я таких судеб видел очень много, когда человек просто, ну, психически больной, потому что он сегодня сидел вот тут, а завтра его сюда не сажают. И я в какой-то момент, когда я еще был таким достаточно, ну, восходящим артистом, понял, что надо мне приготовиться так, чтобы у меня крыша не поехала просто. Это очень сложно всю жизнь остаться с этой стороны, даже если ты не будешь танцевать, ты должен быть просто интересным персонажем, да? Но у артистов балета век короток, потому что надо приготовить себя, чтобы никому не завидовать и не сходить сама. У нас, да, есть такой вопрос. Ну, знаете, я давно себе приготовил, просто я не знаю, что будет завтра, потому что я отношусь к тем людям, которые очень любят изречение, если вы хотите насмешить создателей, расскажите о своих планах, потому что я-то могу себе придумать что угодно, и что будет завтра неизвестно. Главное не играть ни во что. Вот и все. Мне никогда не интересно брать самому себе. Мне не интересно это. Понимаете, я не понимаю слова «одиночество», потому что после того, как я познакомился с книгами, а тем более сейчас, когда есть телевизор и интернет, я не понимаю слова «одиночество», потому что я никогда не бываю один, потому что у меня всегда есть что прочесть и что посмотреть. Я не знаю, как у вас, но мне не хватает времени все узнать. Другое дело, что, может быть, хочется всегда большего, да? Аппетит приходит во время еды, это правда. И я был, когда готовил свой самый первый спектакль, это была такая мечта, вот она была детская, обязательно щелкунчик, обязательно на сцене Большого театра, потому что в моем сознании, в принципе, и сейчас не существует театров, кроме трех в мире. Их не существует. Я не могу в своем сознании понять, что я могу быть артистом других театров. Это Парижская опера, Большой театр, Мариинский. Вот для меня вот оно с детства было, что вот только здесь, нигде в другом месте. Я не хочу быть не артистом балета, я не хочу быть ничем. Только здесь. У меня была вот эта мечта, вот этот щелкунчик в Большом театре. Когда я пришел на спектакль, я своей партнершей, это была очень опытная артистка, Наталья Архипова, причем же так совпало, что впервые в своей жизни я попал в Большой театр и видел щелкунчик, она танцевала. И она же через почти 10 лет меня вводила в спектакль. Я ей говорю, вот, Наташа, это была моя самая мечта, вот все вот исполнится, и все. Она так рассмеялась, она была взрослым человеком, опытная. Она сказала, ну, котечка, аппетит приходит во время еды. Правда, аппетит приходит во время еды. Думаю, вы сами знаете, всегда хочется чего-то, вот вы только достигаете, думаете, вот квартиру, квартиру купили, тут же хочется что-то другое. И так далее. Потому как бы тут... Спасибо, Тонечка, пожалуйста. Где-то по-украински. Скажите, пожалуйста, если бы вам решилось назвать пять самых важных в вашей жизни людей, или семь, какую-то... Людей... Моя няня первый человек, украинка, киевлянка, сподол. Фаина Чередниченко ее звали. А вот потрясающий человек, она пришла к нам в дом, когда мне было 13 дней, ей было 70 лет. И пока она не скончалась, это был самый важный человек в моей жизни. У меня было своих много детей и внуков, но как все, кто ее знал, говорили, что самый любимый был из них я. А я оказался просто последним. Действительно, для меня был самый важный человек. Конечно, потом мама, с которой, как сказать, я по младенчеству общался мало, потому что мама много работала. И она зарабатывала деньги просто на то, чтобы мы так счастливы. В принципе, в детстве у меня было очень безбедное. Я многие вещи просто... Я не понимал, потому что я не знал, что они чего-то стоят. Конечно, дальше мой педагог, школьный Петр Антонович Пестов, к сожалению, в этом году ушедший, который вырастил гигантскую плеяду звезд, вообще, которые танцуют по всему миру и руководит уже коллективами. Следующий человек, конечно, это Марина Тимофеевна Семенова, которая дала мне другую профессию уже в театре, не только артисты, но и педагога. В принципе, была моя вторая мама, она меня воспитывала. Ну, и вот под пятым человеком я бы оставил несколько своих друзей, которые, слава богу, живы-здоровы. Вот, потому что, ну, они для меня своеобразный, своеобразный такой, как сказать, ну, высший суд в том плане, что я иногда, когда хочу совершить поступок, я думаю, а вот что они скажут? Я иногда не совершаю, потому что понимаю, что они не одобрят. А назвать их нельзя? Вы знаете, я вообще не люблю вхождение за черту в то, что касается жизни. Просто я не, не потому что я не хочу о них говорить, а потому что, ну, это уже та сфера, от которой я не люблю сказать. Ваши вопросы? Какие были? А вас ждут и мечтают увидеть многие города и страны, а вы, спасибо вам, приезжаете в Донецк. Не первый раз. Так чем вам нравится донецк и украинский? Исключительно из-за Вадика. Я сюда приезжаю исключительно из-за дружбы с Вадиком и сына его супруги, потому что, ну, как бы мы очень много лет знакомы. Даже тогда, когда я еще не мечтал быть артистом балета, Вадик был уже, как бы, ну, такой звездой союзного масштаба, которого показывали. Да, потом, когда уже я и стал и учиться, и артистом, просто, мы подружились, и у нас своеобразный такой, какое-то цеховое уважение к друг другу. Я очень много вещей совершаю не потому, что, там, это выгоднее, или это просто есть человеческие взаимоотношения. я не светский персонаж и не публичный человек. Я терпеть не могу презентации, открытие бутиков. Если, я, меня много раз в этом обвиняли, но я все время объясняю, господа, если я пришел, значит, это связано конкретно с кем-то, вот, или это принадлежит, там, людям, которых я очень люблю, или это, ну, как бы, это шоу делал человек, с которым я общаюсь и так далее. Просто, ну, я очень люблю сидеть на диване, дома, мне очень хорошо. Очень много вопросов пришло по интернету, и вот, я условно могу их разделить на три категории. Это вот то, что касается фестиваля звезды балета, о вашем творчестве и вот, не может, личного характера. Если можно, начнем с фестиваля. Как вам интересно? Вы уже не первый раз принимаете участие в фестивале звезды мирового балета, его организатор, народный артист Украины Вадим Писарев говорил, что главная цель этого балетного праздника открытие новых имен. Есть ли выступления, которые на этом фестивале вам запомнены? Есть ли открытия? Вы знаете, я ничего не видел и не могу судить. Просто то, что в столько лет в Донецке, так скажем, не столичном городе, это живет, это живет только благодаря инициативе только одного человека. Это его силы, его какой-то, я даже бы сказал, такая бесшабашная вера во что-то прекрасное, которая заставляет людей приносить деньги, потому что это все очень не дешево стоит. Это все будоражит, этот омуд, заставлять людей ходить. Посмотрите, насколько изголодался Киев, ваш столичный город, потому что там, в принципе, 20 лет ничего не происходит. А в Донецк 20 лет, почти 20, да, это как? 18. 18 лет, все-таки так или иначе приезжают звезды действительно первые величины, которые, ну, танцуют по всему миру в самых главных театрах. Это очень много. И на самом деле вы не найдете аналога, мне кажется, насколько я помню, балетного нигде. Нигде, допустим. Также вот Денис Мацуев, допустим, это делает в Иркутске. Да, и опять-таки, благодаря его имени, уважению к нему, там не 18 лет это существует, гораздо меньше, но приезжают люди в Иркутск, хотя бы в Иркутске могут послушать нормальные симфонические выступления. Вы с Киевом можете сравнить, там ничего не происходит. В этом году, вот в мае месяце я ездил, танцевал Денис Матвенко и Леонид Сарафанов, которые киевляне, они здесь, ну, в смысле, киевляне в плане, они учились в Киеве. Ленечка, по-моему, из Киева, а Денис из Днепропетровска. Да, они сделали вот галоконцерт, привезли новый балет, вы знаете, для Киева это был нонсенс, что такая вещь приехала. Мало того, Леня, который выпустился в Киеве, не был там 9 лет, что ли. Понимаете, потому как бы тут только инициатива одного человека. И опять-таки, не потому, что я с ним дружу, я так говорю, есть вещи, которые не уважать нельзя. Я очень сильно, знаете, есть люди, которых я терпеть не могу в своей жизни, вот как людей, но я не могу не уважать их профессиональные качества. Я всегда отмечу, что это хороший артист, но очень плохой человек. Это разные для меня категории. Сколько раз вы принимали участие в фестивале звезды мирового балета и что в этом году привезете на память домой из Донецка? Я приехал сюда, по-моему, в четвертый раз, если не ошибаюсь, да, что привезу из Донецка, не знаю. Я на самом деле ни разу ничего не привозил. А нет, у меня есть медаль, когда я был первый раз, мне Вадик вручил такую медаль памятную в участии. Она у меня есть. Немножко такой странный вопрос. Слышала, что вы, приезжая в Донецк, каждый раз заглядываете в ювелирный магазин неподалеку от театра. Чем вас привлекают донецкие бриллианты? Никогда в жизни не заглядываю. Это слухи. Евгения задает вопрос. Как вы относитесь к современному балету, в частности, к творчеству Раду Поклетару? Есть ли в вашем репертуаре что-нибудь модерновое? Я станцевал в своей жизни очень много всего разного, но в последнее время я запутался, что люди, которые пишут о балете называют модерном. Если честно, я уже не понимаю, что они называют модерном, потому что вчерашний модерн это сегодняшняя классика уже на самом деле. Что касательно Раду, очень отдаленный человек и мне очень нравились все его не однако, а маленькие произведения. я, к сожалению, больших, так вот сказать, много не видел, кроме Ромео и Джилеты, которую он поставил в Большом театре. С моей точки зрения, такая большая неудача была, а не только у него вообще, у Большого театра. Этот спектакль был очень неудачный. Но это с моей точки зрения. А потом он там же поставил палату номер шесть. Это было гораздо интереснее. Это как-то более маленькая форма у него всегда интересная. Но для того, чтобы, знаете, если бы... У нас одна очень неправильная вещь. У нас есть тенденция не давать людям... Мне кажется, что когда Ван Гог или, я не знаю, Леонардо да Винчи тоже учились создавать свои полотна, они, конечно, сначала у них не очень хорошо получалось, потом лучше. Есть знаменитое описание, как точно Микеланджело расписывал Секстенскую капеллу. Сначала он допустил огромное количество ошибок, ему пришлось это переделать. Понимаете? Потому как бы каждый вот такой персонаж, как Радо, несмотря на то, что это уже известно им, имеет право и на какие-то неудачи, естественно, у него будут удачи. Просто мне кажется, что это должен быть действительно поток. Человек должен делать, 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 делать. И в этом появляется почерк. Так же, как у артиста. Если он будет только в репетиционном зале, он никогда не научится танцевать. Это большая проблема художественных руководителей, директоров компаний, к сожалению, в последнее время, то, что я наблюдаю 10 лет, почти везде пришли люди достаточно глупые. И искусство, оно не просто буксует, оно просто не двигается никуда. Из-за этого нет хореографа. Следующий вопрос о репетиционном зале. Для того, чтобы научиться так танцевать, нужен не только талант, но и упорные тренировки. Сколько времени вы проводите в репетиционном зале? Для того, чтобы танцевать, надо две вещи. Это сочетание способностей и очень приличного педагога. Я пример приведу. Я когда родился Андрюша Писарев, я его видел только маленьким. И много лет я не видел его, я не знал, как он выглядит. Я приехал в Мариинский театр на целом какие-то спектакли. И вдруг, там был фестиваль, вдруг огромное количество иностранцев, приезжих, людей занимается в классе. И я своему коллеге, который рядом со мной стоит, показывая на мальчика, говорю, это ученик Пестова. Мне говорят, почему ты так думаешь? Я говорю, это нога Пестова, только он мог так выучить. Вот эта линия, то, что делает мальчик, это Пестовский. Он мне на ухо говорит, это сын Вадика, это Андрюша Писарев. Я говорю, это не Вадика заслуга. Вадик к этому не имеет никакого отношения. Это нога выучена Пестовым. Мы поспорили со своими коллегами. Мы подходим. Я клянусь, я не видел Андрюшу с такого возраста, но ему тогда уже было наверное лет 17, что ли. Мы подходим, говорим, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, дядя Коль, вы меня не знали. Я говорю, ну я тебя не узнал честно, но я говорю, ты учился? Он говорит, да, я же у Пестова учился. Я говорю, ну что я сказал? Потому что это определенные вещи, понимаете, они выучиваются только хорошими педагогами. Вы можете убиваться с плохим педагогом в зале сутками, месяцами и так далее. и ничего не получится. Это, к сожалению, это случай вместе со способностями. Вам должно повезти еще. Знаете, хороший анекдот есть, что когда желают, надо желать не только здоровья, но и удачи, потому что на Титанике все были здоровы. А с удачей как-то и не... Расскажите, пожалуйста, о вашей работе с великой Галиной Улановой. Кто для вас еще является авторитетом в балете? Ну, понимаете, Галина Сергеевна, она не просто была авторитетом. Мне просто очень повезло, что сначала из человека, который, как сказать, был плакатом, да, для меня, как для любого ребенка, выросшего в Советском Союзе, да, Уланова это было как орден Ленина, казалось. Она превратилась в реального человека и очень нежно со мной общалась, учила, разговаривала очень много со мной. Я был маленький, не все понимал, что она говорила. Я, когда ее не стало и стал взрослеть, я очень часто возвращался к ее каким-то... Ну, тогда вот то, о чем она мне говорила, я пытался это вспомнить и приосмыслить. Ну, кто является авторитетом? Знаете, их очень мало авторитетов для меня, потому что когда вы все свое начало проводите с людьми экстра-класса в своей профессии, потом разговаривать с этажом ниже уже сложно. Мне так повезло, что с самого детства я общался только с самыми-самыми главными людьми в балете в Советском Союзе, да, а в Советском Союзе он был лучше. потому как бы сейчас мне очень сложно. Эти все люди почти умерли и разговаривать с другими мне очень ну, как бы тесно, тесно мозгами. я не испытываю определенный голод, но это уже моя проблема. С кем мечтаете исполнить балетную партию? Ни с кем уже не мечтаю. Я мечтаю красиво и все завершить вот именно свою как будто танцевальную карьеру, потому что надо и надо мне кажется это очень сложно я попытаюсь это сделать надо красиво это завершить.